Привет, ребят! Сегодня хороший денёк. Кто-то не пошёл в школу, и мы рисуем зверей. Я рисую животных, называю это животные за жизнь. Вы на канале Рыбакит, на инстаграм его части. Рисуем. Сейчас я рисую такого жирафа. Нет, не жирафа, а кэмэла. Это значит верблюд. Рисуем верблюдом вместе со мной. У меня средняя кисточка, этого мне достаточно. Я беру сначала жёлтый цвет. Вот я его сюда поставил, а теперь возьму. Верблюд, известно, живёт в песке, и я сразу рисую песок. Рисую песок сразу для него. Он стоит у меня на песке. Мне нравится, когда всё сразу по очереди. Сначала земля, потом верблюд, потом всё остальное. Так что рисуем песок. Песок, пустыня, много песка и много жёлтого. Песок похож по цвету на солнышко. Немножко похож. Теперь мы жёлтый поставим, пока он нам понадобится. Он здесь будет стоять. А теперь нам понадобится такой вот коричнево-светлый цвет. Это верблюд нашего цвета будет такого. Наш верблюд такого цвета, яркого. Яркого. Я думаю, что вообще стоит порисовать весёлых зверей и животных. Это всегда повеселит ребят и вас, родители тоже. Смотри, как я рисую верблюда. Верблюд у меня такой состоит из треугольника почти что. Он такой треугольный, и я этот треугольник закрашиваю. Закрашиваю треугольник. Конечно же, это его тело. Вот здесь у него пузико. Здесь у него горб знаменитый. А здесь у него лапы будут. И вот ноги. Ноги. Я ему называю конечности. Я не знаю, как называть их ножки. Не ножки у верблюда. Мне кажется, это конечности. Я буду называть их ногами. Потому что они внизу, и он на них ходит. Вот так вот я рисую ноги. Одна нога согнутая. И он ждёт. А чего ждёт? Когда воды нальют. Вот такой. Я бы нарисовал треугольник. Теперь ноги перерисовал. Сразу нарисую ему мордашку. Вот здесь. Вот такой овальчик здесь нарисую. И сразу вниз спущу его шею. И вот уже верблюд у меня прорисовывается. Сразу видно, что стоит солнышко перенести сюда. А солнышко это моя яркая краска. Верблюд здоровски. Сразу нарисуем ему два уха. Он довольный. Он довольный, потому что он не пошёл в школу. У меня Павлик, мой сын, ждёт, когда же он не пойдёт в школу. И немножечко напрягается, потому что везде такие новости. И я думаю, что самое то нарисовать таких животных. Он сейчас вернётся из школы. Я ему покажу и скажу, будешь рисовать со мной? А он скажет, да, буду. И мы отлично порисуем. Рисуйте тоже. Я думаю, такая арт-терапия. Веселье для родителей и детей. В чём заниматься дома? Теперь мы возьмём коричневый цвет и будем доводить нашего верблюда. А как мы будем доводить? Он же шерстяной. Вот здесь у него шерсть. И я нарисую шерсть. Вот так, ляп-ляп-ляп. Шерсть готова. Здесь тоже нарисую шерсть. У него здесь шерсть. Зачем верблюду шерсть? Ведь там очень жарко в пустыне. Но я скажу, что в пустыне бывает и холодно. Ночью там холодно. А днём жарко. И чтобы защищаться и от холода, и от жары, ему нужна как раз такая шерсть. Ещё кончик хвоста нарисую коричневым. И здесь чубчик нарисую. Такой вот красавчик жираф. Ой, жираф-верблюд. Нарисуем ему копытца. Такие по два таких ляпа. Ну и собственно всё. Теперь можно добавить немножечко чёрного. И уже рисунок будет готов. Я той же самой кисточкой рисую. Чёрного я добавлю ему глазки и улыбочку. Вот здесь глазик. Раз, два. Носик. И улыбочка. Оп-оп-оп. Ну и здесь вот можно тоже такие чёрные копытца. Он запачкался. Немножко запачкался. И здесь тоже чёрного. Давай везде добавим чуть-чуть чёрного. Здорово, здорово, здорово. И ещё больше видны наши волосики, которые мы рисовали. Отлично. Смотри, мы использовали только три цвета. Жёлтый, коричневый, тёмно-коричневый. Чёрный может быть, да? Может быть, да? Четыре цвета. И сейчас мы жёлтеньким нарисуем ещё солнышко. Мне кажется, солнышко ему самое то нарисовать. Яркое, сочное солнышко. Потому что лето на носу. Мы его ждём. Вот такой верблюд у меня получился. Если ты рисуешь, то внимание к деталям я всегда прошу тебя уделять. И песочек можно нарисовать точечки. И тогда сразу песочек появится из жёлтого моря. К примеру, если тебе показалось, то сразу превратится в жёлтый песочек. Если ты дорисуешь оранжевые точечки. Спасибо тебе, что ты рисуешь со мной. Рисую, радуйся. Звери, я думаю, помогут в такие времена, когда ты сидишь дома и ты думаешь, чем же заняться. Мультики уже надоели, а хочется что-то нового и интересного. Как раз у тебя есть время на такие забавы, как рисование. И это неповторимое время. Никуда не пройдёт. И, конечно же, попроси маму. Порисуй со мной. Нарисуй мне жирафа. Следующая, кстати, будет обезьянка. Так что с мамой можно нарисовать обезьянку. Ну и сегодня ещё будет питон, лисичка, пчёлка, крокодил и остальные ребята. Пока у меня есть время, я буду рисовать. Спасибо и до новых встреч.